А то, что как бы на Нефедова тоже оказывается давление, и ему угрожают, и что он вынужден давать эти показания для тебя, никаким фактором не является ли ты, в принципе, не рассматриваешь, что это реальная ситуация? Это его слова, и я ему не верю, не на йоту. Ни о каком давлении речь не может быть. Потому что, помнишь, что он говорил на прошлом стриме? Что у него есть некое сфабрикованное дело, которым его шантажируют. Но при этом он не обладался к адвокатам за помощью. Он врал, что у него якобы есть адвокат из Агора, а Агора не подтвердила эту информацию. То есть ему дали контакт адвоката, а он к нему даже не обратился. То есть непонятно. Может быть, у него есть какой-нибудь госадвокат, который ему следователи подсунули? Ну, тем не менее. А самое главное, что он сказал, помнишь, что он сказал? Что это сфабрикованное дело, которое якобы есть, оно не имеет никакого отношения к Юре и к тому каферу, которую он исполнил. Это значит, что он, возможно, где-то когда-то в чем-то прокосячился, дело на него возбудили, и теперь он пытается выслужиться предследованием, предследователем потопив Юру. Хотя Юра к этому его какому-то косяку абстрактному не имеет вообще никакого отношения. Он тут ни при чем. Если Нифенов где-то прокосячился со школьниками, с малолетними девочками и так далее, я думаю, надо его спрашивать за это. Пусть он сам разбирается со своими проблемами, а он вместо того, чтобы ответить, он взял Юру и вот, пожалуйста, возьмите его вместо меня. Вот это для меня сейчас выглядит так. Никаких объяснений мы от него не получили, никаких оправданий тоже не прозвучало. Человек просто сидит и радуется своей жизни, выполняя свою нехиданную функцию. Вот и все. Ну вот если я не ошибаюсь по хронологии, поправь меня, если ошибаюсь, то сама песня-то, она была расфоршена еще зимой до того, как угрозу Нефедова поступили, потому что не угрозы поступили только в мае. То есть там был такой достаточно значительный лаг временной между этими событиями. Ну да, а потом к нему пришли с этим обыском, и там таинственным образом всплыла песня, о чем он и сообщил Юре. Так, я имею в виду, что эта песня попала на радар до того, как сложилась вся эта ситуация с Нефедовым. Возможно, она просто не попала на радар тем людям, которые сейчас ей занимаются, то есть центру Э. То есть писали люди в полицию, писали там, ну как они, на сайт заходят, что там писали, это те же вот это муж-рош, ну вот это вот запрещенная в России организация вот эта. Да, 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 может сказать, государство. Да. Вот, попасть на радар, она может быть... Ну да. То есть да, она, возможно, попала на радары, но я так полагаю, теми жалобами просто все потёрлись. Возможно, все подняли показания Юры из центра Э в тринадцатом году и, ну, просто запросили, и всё. Тем более, что Юра сам ещё в феврале записывал голосовые о том, что эта песня стародавнее объяснение он уже давал. Типа, какие вопросы? А тут происходит вот этот обыск, и так удачно всплывает эта песня повторно. Совпадение? Ну, сомневаюсь. Мэтт, а ты был знаком, собственно, и с самим Нефёдовым много лет, если я не ошибаюсь. Вот тебе кажется правдоподобным вот именно та версия событий, которую сейчас Мария пересказала. Действительно ли ты думаешь, что Мэтт использует эту ситуацию... Прошу прощения, что Нефёдов использует эту ситуацию, чтобы каким-то образом выгородить себя? Смотри, я не могу сказать, что я с ним был прям знаком. Я с ним виделся в жизни один раз и в интернете общался на протяжении какого-то времени, но не слишком долго, потому что быстро как-то этот человек, ну, скажем, перестал быть, наверное, мне симпатичным, так это сформулировано. Моё мнение, то, что какую-то правду и какую-то адекватность в его действиях вы найти не сможете, потому что этот человек, он очень странный с психологической точки зрения, то есть он, ну, у него какая-то больная фантазия, то есть он постоянно какие-то бредовые истории сочиняет, ему всё время кажется, что он в каких-то крутых заговорах участвует, и кроме того, у него очень-очень низкий уровень интеллектуальных способностей, то есть это прям, ну, грань близкая к слабоумию. Я не шучу и не пытаюсь кого-то оскорбить, это вот просто моё субъективное мнение, именно с медицинской точки зрения, скажем так, вот такой вот взгляд, поэтому он, ну, то есть там, грубо говоря, две обезьяны, как в Симпсонах, сидят, бьют вот так вот, и генерируется какое-то действие, то есть напишу-ка я там заявление, или может быть я поменяю, а может быть на меня надавили, я сейчас всех хитро переиграю, и благодаря мне Юру освободят, а может быть ещё что-то, то есть здесь вообще может быть что угодно, то есть почему именно к нему пришли, здесь тоже понять, ну, тяжело, потому что здесь нужно знать, собственно, с чего следствие, грубо говоря, началось. Может быть действительно взяли те показания, там был упомянут Нефёдов, потом подняли какие-то дела и вспомнили, что у Нефёдова там были проблемы с законом из-за как раз гулянок с несовершеннолетними девочками, может ещё что-то, то есть, ну, здесь что угодно могло быть. И, ну, правда, мы не узнаем, потому что он её не скажет, это очевидно, он так и будет бредить наяву. Но ты думаешь, что... К тому же я так понимаю, ему нравится вся эта ситуация, его уже давно никто не помнил, то есть там у него на миллионных каналах там по пять тысяч просмотров, а здесь вдруг о нём опять говорят, то есть, ну, он очень странный человек, то есть он реально вот, ну, просто дурак, вот и всё. Здесь может быть всё, что угодно. Просто абсолютно рандомная какая-то вещь. То есть ты можешь представить, что он, в принципе, на такой поступок способен, да? Я думаю... Нет. Я думаю, что вообще, в принципе, в принципе, адвокаты могли бы... Ну, я не знаю, делается с юридической точки зрения или нет, но вот если бы он оставался основным свидетелем, я бы просил провести экспертизу на вменяемость. Абсолютно серьёзно, на месте адвокатов. А свидетеля проверить на вменяемость, на то, что он вообще может давать показания. То есть, потому что, ну, на мой взгляд, там клиническая картина лёгкой имбицилии какой-нибудь или что-то в этом роде. Поэтому, ну... И это без попытки оскорбить даже. Если не Фёдор сейчас меня смотрит, я его вовсе не пытаюсь оскорбить, я просто вот по своим наблюдениям ориентируюсь. То есть по речи, которую он ведёт, конструирует, да? По поступкам, которые он делает. По поводу того, что он мог там что-то на кого-то донести, настучать там или ещё что-то сделать. Он как раз-таки в силу этого мог это сделать, даже не осознавая это. То есть, понимаете? Он абсолютно, ну, как бы беспомощный человек. Ему нужна сиделка. Это банально могло быть так, что ему обыскивали квартиру, он такой запуганный там что-то бегал, говорил, что вот, а мы с Юрой, если там, знаете, что пели, что же вы сейчас ко мне из таких пасеков пришли, а хотите, я вам поставлю, что мы пели? Вот и всё. Фантазировать можно всё, что угодно, но реально могло быть всё, что угодно. То есть, ну, типа, даже не знаю, что ещё сказать. А сейчас танцуем. А сейчас танцуем. А сейчас не платить деньги, не платить мне деньги.